Доброе утро, Роман! С элементами, ударами ногами. Зародился он не так давно, где-то в начале 60-х годов у нас в России. С чего начнем? Мы возьмем самое стандартное упражнение, которое также применяется именно в боксе. Ну и в кикбоксинге развивает движение, координацию движения. И попробуем сейчас сделать. Если вы правша, левая нога у вас находится впереди, если вы левша, то наоборот. Если правша, левая нога впереди, правая чуть сзади. Стараемся так, чтобы правая нога не уходила за левую ногу, то есть чуть правее была. И начинаем двигаться, начертив себе визуально линию перед собой, вперед и назад. Смысл упражнений заключается в том, что мы должны сократить дистанцию и разорвать ее. Поэтому стараемся не просто на месте вперед-назад двигаться, а именно ближе, дальше. Что делаем дальше? Давайте попробуем начать бить руками и потом уже перейдем к ногам. Начинаем с левой руки, первый удар и потом правой. Если же вы левша, то наоборот, как я и говорил. Делаем шаг левой ногой и бьем левой рукой. Положение руки у нас будет дугой вниз немножко. Делаем короткий шаг левой рукой. Дальше правую ногу подставляем и разворачиваем корпус так, чтобы правое плечо вышло вперед. И возвращаемся в обратном порядке. Правое, левое. Сейчас попробуем просто удар в корпус прямой, называется middle, средний удар. Просто прямой удар ногой с такой сутью оттолкнуть от себя соперника. Чуть-чуть нужно подшагнуть правой ногой и дать импульс левой ноге. Руки должны находиться также в защите. Все то же самое. Пробуем. Правый коротенький шаг, левый от себя ставим перед собой, назад. Короткий шаг от себя и назад. Очень часто, когда нога в момент удара, опорная нога, которая стоит, если колено будет развернуто вовнутрь или прямо, часто травмируют колени. То есть желательно немного ставить в сторону от удара. Хорошо, попробуем сымитировать удар лоу-кик. Лоу-кики – это все удары, которые идут ниже пояса по ногам соперника. Наносить мы будем сбоку, пробивается он, как правило, голенью. То есть именно вот этой частью. Во время удара, опять же, опорная нога ставится в сторону, обязательно в сторону, потому что удар мы будем нести сбоку. Далее поднимаем ногу и тазом пытаемся нести, то есть именно тазом. Если хотим прокрутиться, прокручиваемся сразу. То есть не зависаем спиной к сопернику, не остаемся. В определенный момент, когда где-то посередине, когда чувствуем, что будет удар, чуть-чуть выпрямляем ногу. Попробуем сделать этот элемент первый, потом наша двойка, потом нога, еще раз нога. Попробуем все это собрать. Данные упражнения были базовыми, они подходят для новичков. То, чтобы понять, что такое кикбоксинг, освоить какие-то азы. Заниматься рекомендуется около трех раз в неделю. Ну, по возможности, желательно, немножко больше. Через сколько занятий допустят до спарринга? Это все зависит от тренера, могут допустить и сразу. Роман, спасибо за такую интересную тренировку для новичка. Ну, а вы просыпайтесь вместе с нами, бодрыми делайте утреннюю зарядку и будьте всегда в хорошем настроении.